Русские семьи У меня в руках уникальная пластинка Это единственный экземпляр, оставшийся в России Но ценность ее не только в этом Дело в том, что на этой пластинке мы услышим голос курского соловья Так называл император Николай II, замечательную русскую певицу Надежду Васильевну Плевицкую Она здесь поет романс «Замело тебя снегом, Россия» Романс этот на долгие годы стал символом русской эмиграции По большому счету он стал как бы гимном тех, кто потерял родину и уехал Был вынужден уехать за границу после гражданской войны Был вынужден уехать за гражданской эмиграции 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 Деникин Антон Иванович родился 4 декабря 1872 года в городе Влоцловск, Варшавской губернии, в семье майора в отставке. Когда ему исполнилось год, ему поднесли поднос. На этом подносе была маленькая сабля, маленькая икона, рюмка для водки и карандаш, чтобы писать. И значит, он сначала взял рюмку, поиграл, отложил. Потом взял карандаш, тоже поиграл и оставил его в своей руке. А, наконец, взял саблю и начал играть с ней. Это ему год был. И значит, его отец был так рад, он сказал своей жене, наш сын будет офицером. А мать еще сказала, а вдруг, может быть, и генерал. Эту семейную легенду рассказала нам дочь генерала Антона Ивановича Деникина. Здесь, в старинном городе-музее Версали, на тихой улочке, живет Марина Антоновна Деникина. Под псевдонимом Марины Грей дочь генерала стала одной из самых популярных ведущих французского радиотелевидения. В свое время она даже принимала участие в предвыборной кампании генерала Шарля де Голли. Родилась Марина Антоновна еще в России и разделила судьбу отца и его соратников, оказавшись в изгнании. Ее книги о гражданской войне практически неизвестны народу. Историю, вы сами знаете, пишут по-разному. Некоторые основывают все на документах, а другие имеют возможность добавить к документальным свидетельствам свои собственные. Марине Антоновне удалось восстановить удивительную историю знакомства своих родителей. Ах, это было забавно. Он тогда был, вышел в офицеры из Киевского училища, вышел в офицеры, и, значит, его назначили в Белу. Белу тогда была русская Польша. Там нечего было делать, так что он охоту не любил, но все-таки он пошел. И вдруг слышит ужасный крик и видит, господин держится. Он хороший был охотник, но только ранил кабана. И держится за ветку, а кабан на него нападает. Так папа прицелился, убил кабана и, значит, спас этого охотника. Этот охотник, Василий Чиш, очень его благодарил и пригласил его на Кристины своей только что родившейся дочери. Это была Ксения Васильевна такая. И папа, значит, познакомился с этой Библией. Мог ли подумать 20-летний Антон Деникин, что этой маленькой девочке суждено стать его женой на долгие годы? А жизнь молодого офицера мало чем отличалась от большинства тех, кто решил связать свою судьбу с армией. Подобно многим военачальникам своего времени, Деникин не блистал знатностью рода. Его отец происходил из крепостных крестьян Саратовской губернии. И офицерский чин получил только после многих лет тяжелые службы в армейской пехоте. Оставшись без отца, 12 лет от роду Антон Деникин, ученик реального училища, вынужден был подрабатывать репетиторством. Потом закончил Киевское юнкерское училище. Пройдя суровую жизненную школу, он пробился сквозь армейскую толщу исключительно благодаря знаниям и труду. После окончания Академии Генерального штаба обстоятельства службы снова привели его в места своей юности. Около года Деникин по цензу командовал ротой в Варшаве. По воскресеньям он снова навещал маленькую Ксению и водил ее в кондитерскую. А потом немножко потерял ее из виду. И когда встретил ее у ее дедушки и бабушки, ей уже было 18 лет, и он влюбился. Он ее спросил, ну, что ты хочешь сделать потом? Я надеюсь, я найду большого блендина, офицера. Так что выйду замуж. Папа был маленький, ну, небольшой во всяком случае. Брунет уже, не только брюнет, а уже наполовину лысый. Так что он решил, что никогда ничего не будет с Асей. Он ее звал Ася. Только во время Великой войны они стали переписываться. В начале Первой мировой войны генерал-майор Деникин принял командование легендарной бригадой, которую еще в русско-турецкую войну прозвали Железной. Вскоре ее стали называть пожарной командой за успехи на Юго-Западном фронте. Ее бросали в самые горячие бои. За отвагу и доблесть генерал Деникин был дважды отмечен высшей офицерской наградой Орденом Святого Георгия. А вот выдержки из писем Антона Ивановича Деникина Ксении Васильевне Чиж. Письмо датировано 16 декабря 1915 года. Вот уже 4 месяца не имею своего угла. В одной комнате 3-4 человека. Кругом кричат телефонисты. Шум, смех, говор моей штабной молодежи. Всегда веселый и жизнерадостный. Пишу ужасно нескладно. Потому что шесть глаз смотрят под руку, и три головы не без ехидства думают, что это генерал, письма которого отличаются телеграфической краткостью, пишет уже четвертую страницу. Четвертого марта 16-го года. Ранен на вылет, легко в правую руку осколком шрапнели, кость не задета, сосуд пробит, но молочина, сам закрылся, ложиться не надо, продолжаю командовать. Пробивая себе дорогу в жизни, я испытал и неудачи, и разочарования, и успех. Большой успех. Одного только не было – счастья. И даже как-то приучил себя к мысли, что счастье – это нечто нереальное, призрак. Я не хочу врываться непрошенным в ваш внутренний мир. Какая удивительная, поразительная деликатность, и в то же время какое сильное чувство все время пульсирует вот в этих совсем простых строках его песен. С детства я привыкла вас считать незаурядным человеком, особенным. Я верю в вас, в ваш ум, в вашу честность, в вашу силу. И я уже не чувствую вокруг этой ужасной пустоты. Я знаю, вы сумеете сделать жизнь содержательной и интересной. И чувствую, как много тепла внесете в нее. Никогда еще моя жизнь не была так заполнена, признавался Антон Иванович. Кроме дела у меня появилась личная жизнь. Вся моя жизнь полна вами. Она получила новый смысл и богатое содержание. Успех, радость и горе – все общее. Я верю в будущее. Я живу им. Февральская революция застала Деникина на Румынском фронте в должности командующего 8-м армейским корпусом. К этому времени он имел чин генерал-лейтенанта. Общественные потрясения круто вмешались в его жизнь. Временное правительство назначило его начальником штаба Верховного главнокомандующего. А через два месяца он возглавил Юго-Западный фронт. Узнав о том, что Временное правительство сместило генерала Корнилова, Деникин послал Керенскому очень резкую телеграмму. Вот такого содержания. «Я солдат и не привык играть в прятки». Сегодня получилось известие, что генерал Корнилов, предъявивший известные требования, которые могут еще спасти страну и армию, смещается с поста Верховного главнокомандующего. Видя в этом цель планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения Временного правительства, что по этому пути я с ним не пойду. Удивительно резкое, ясное и очень конкретное заявление, полностью соответствующее тому, кем был для страны и для армии Деникин. Днем позже в Петрограде вышел указ Временного правительства, которым главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта отчислялся от должности с преданием суду за мятеж. А еще через несколько дней тем же правительством из тюрьмы был выпущен Лев Троцкий. Гражданская война становилась неизбежной. А вот это выдержка из письма Антона Ивановича Деникина, который он писал из тюрьмы. Камера номер один, 10 квадратных хоршин пола, окошко с железной решеткой. Караул, кажется, охранные роты, люди грубые, мстительные. И лежал закрытый с головой шинелью, и под градом ругатель старался дать себе ясный отчет. За что, дорогая моя, новый трагический период русской истории. Бедная страна, охваченная безволием, ложью и провокаторством. Когда он был в тюрьме в Быхове, она уже там приходила в тюрьму, приносила даже револьверы в муфте, бутылки, водки и так далее. Женились они только в 1917 году, когда папа сбежал из тюрьмы, куда Керенский его послал с Корниловым, после путча Корнилова. И, значит, когда он сбежал, у него было рандеву в Новочеркасске, и там была свадьба, то есть тайная совсем такая маленькая свадьба. На Дону и Кубани разгоралась гражданская война. Степные походы добровольческой армии стали отчаянными попытками добровольцев спасти Россию от большевистской пропасти. Штаб Кочующей Белой Армии был тогда единственным местом в России, где открыто развивалось трехцветное национальное знамя. В те дни впервые пересеклись судьбы генерала Антона Деникина и поручика Всеволода Багенгарта. Я знаю, что он был марковец. И был знаком с Деникиным, но абсолютно не по-военным, а просто потому, что, как его двоюродный брат, был чутант Деникина, он виделся с Деникиным. Мой отец был очень тяжело ранен, не смертельно ранен, но очень тяжело ранен. И его оставили, потому что он был прострелен абсолютно, руки-ноги не двигались, он не мог говорить, его оставили как мертвого. И проезжал Деникин с отступлением, и он знал моего отца, и он сказал, да ведь Багенгард жив, у него глаза живые. Его погрузили моего отца, повезли его, не знаю на какой пункт, не знаю, какой год был. Ну, мой отец, значит, приблизительно месяц отходил. Его спасло то, что они во время боя, когда было страшный бой, нечего было есть, и был только коньяк. А Деникин запрещал пить, был бочонок коньяка, и Деникин строго запрещал офицерам пить. Но кроме коньяка ничего не было. И они держались тем, что они пили коньяк. Когда мой отец был ранен, фактически у него ничего не было ни в кишечнике, ни в желудке, кроме коньяка. И когда его прострелило, он был абсолютно дезинфицирован. В командование добровольческой армии Деникин вступил 31 марта 1918 года над телом Корнилова, убитого во время штурма Екатеринодара. Очень скоро под началом генерала Деникина горстка обескровленных людей превратилась в грозную силу, поставившую советскую власть на грань существования. А после смерти генерала Алексеева, духовного вождя добровольцев, судьба свалила на плечи немолодого уже генерала огромную чуждую ему государственную работу. Теоретически власть Деникина не имела ограничений. На деле же было не так. Ему приходилось считаться с настроениями офицеров из самых различных общественных кругов. А это связывало руки. Будущий политический строй России по Деникину должен был определить сам народ. Деникин сознавал, что западные союзники по Первой мировой войне в обмен на свою помощь ждут от него отказа от идеи, в которую он свято верил. Единой и неделимой России. В этой своей непреклонности он становился все более одинок. Лозунг «Единый и неделимый» терял поддержку и у части казачества, и у горцев Кавказа, которые все же надеялись определиться как самостоятельное образование вне России. Папа политикой вообще совсем не занимался до Белого движения. Он был воин, солдат, а не политик. Дипломатических качеств у него не особенно. Они особенно были качества дипломата. Так что, может быть, можно было с Польшей, с Украиной, с Кубанью немножко по-другому поступить, и было бы ему легче тогда победить. Среди всех этих суровых и мрачных событий Антон Иванович стал отцом. Дочь Марина увидела свет в Екатеринодаре 20 февраля 1919 года, в самый разгар гражданской войны. Папа взял город тогда от красных, и я там родилась. И было забавно, потому что еще год в том госпитале, где я родилась, была комната отдельная, которая для женщин, которые не могли платить. Это называлось комната Ксении Васильевны Деникиной. Слывший твердым и непреклонным, генерал Деникин в отношении подчиненных ему оказался необыкновенно мягким. Сам простой солдат, строгий к себе, жизнью своей, подававший пример невзыскательности, он как будто не решался требовать этого от других. Не всегда удачный выбор старших командиров сыграл в судьбе Деникина роковую роль. Одни в самый ответственный период борьбы полностью утеряли чувство долга, подавая подчиненным пример безответственности. Другие позволяли себе публично критиковать действия Деникина. Генерал Врангель распространил в войсках письмо-памфлет, строки которого прозвучали для Деникина как пощечина. Еще в то время, как добровольцы победно двигались к сердцу России, и слух ваш улавливал перезвон московских колоколов, в сердца многих ваших помощников закрадывалась тревога. По мере того, как развился успех противника и обнаружилась несостоятельность вашей стратегии и вашей политики, русское общество стало прозревать. После первых же неудач белых на фронтах зимой 19-20-го годов, отступление приобрело для них фатальный характер, повлиять на который главнокомандующий уже не мог. В рейергарде отступающей армии продолжали сражаться корниловцы. В тяжелом бою под Курском они под командованием полковника Скоблина отбили у красных прославленную певицу Надежду Плевицкую. Вместе с корниловцами она проделала весь путь отступления до Новороссийска. ПЕСНЯ 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 И печали для ветлых теплых панихиды поют на стопу. В результате неудачно организованной эвакуации из Новороссийского порта и нехватки судов, не поставленных вовремя союзниками, на берегу остались десятки тысяч кубанских донских казаков и масса добровольцев. Практически красным досталось все – огромные запасы, продовольствия, артиллерия, кони. Новороссийская катастрофа поставила точку в военной судьбе Деникина. Когда-то еще после окончания ледяного похода генерал Деникин произнес пророческие слова. «В тот день, когда я почувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедленно оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту прямыми и честными». Таким днем оказалось 22 марта 1920 года. Накануне Деникин узнал от генерала Кутепова, одного из первых добровольцев, что его подчиненные больше не верят ему так, как верили до сих пор. Три года российской смуты я вел борьбу, отдавая ей все свои силы и неся власть как крест, неспосланный судьбой. Бог не благословил успехом войск, мною предводимых. Содержание этого письма, которое главнокомандующий направил председателю военного совета генералу Драгомирову, стало известно и в частях. Военачальники прилагали все усилия, чтобы изменить решение Деникина. «Они терзали мою душу», вспоминал он, «но изменить моего решения не могли. Мое решение бесповоротное. Я болен физически и разбит морально. Армия потеряла веру в вождя, я в армию». Генерал Кутепов писал впоследствии, «Я отлично сознавал, что генерала Деникина заменить никто не может, поэтому считал, что дело наше проиграно». Петр Врангель, принявший преемственно власть и командование, не обещал победы. Обещал только с честью вывести белых бойцов из создавшегося положения. Новая Россия подвела этих людей к абсолютному краю. Им некуда было деваться. Потом, правда, та же самая власть обвинила их в том, что они не любят свою родину, не знают ее, не чувствуют, предают и так далее, и так далее. Вот очень интересный пример. У меня в руках документ. Это формуляр, который заполняли отъезжающие. Принадлежит он поручику Сокольникову, Игорю Сокольникову. Ну, кроме того, что тут написано фамилия, имя, отчество, там пол, цвет волос, глаз и так далее, очень интересные два пункта. Двенадцатый. Постоянное место жительства в России. Петроград. Тринадцатый. Адрес в Новороссийский. Вокзал. Я думаю, что ничего красноречивее быть не может. 21 апреля 2020 года русский поверенный в делах в Лондоне Саблин сделал следующую запись. Генерал Деникин передал мне для размена 23 тысячи старых бумажных рублей, несколько сотен киренок, австрийских крон и турецких лир и коробочку, содержащую 49 рублей монетами 10-копеечного достоинства чеканки 16-го года. В переводе на твердую валюту эта сумма равнялась 13 фунтам стерлингов. С таким смешным капиталом семья генерала Деникина начала свою эмигрантскую одиссею. На некоторое время Деникин со своей семьей нашел приют у графини Брасовой, марганатической супруги великого князя Михаила Александровича, родного брата императора Николая II. Когда мы попали в Англию, и когда он решил писать очерки русской смуты, сначала ему англичане предложили пенсию. Но так как он чувствовал, что Англия скоро признает советское правительство, так он с возмущением даже отказался. И поэтому мы переехали в Бельгию, где как будто жизнь была дешевле. Он подписал контракт на очерки русской смуты на первый том. Он даже не думал, что будет пять томов в конце концов. В Бельгии Деникины прожили с августа 20-го до конца мая 22-го года, а потом переехали в Венгрию. Ксения Васильевна писала в своем дневнике. Жизнь здесь действительно гораздо дешевле, да и народ симпатичнее. В Венгрии Деникин в основном и написал свой огромный исторический труд – очерки русской смуты. Папа почти закончил писать свои очерки и решил, что все-таки нужно поближе к цивилизации. И мы снова переехали в Бельгию. Там тоже было жить трудно, хотя очерки русской смуты начали хорошо продаваться. В русской эмиграции, конечно, первый том только был переведен на французский язык. Так что вначале еще было немножко денег, а потом стало все труднее жить. И генерал Кутепов, который папу навещал в Венгрии, с которым он был очень дружен, ему посоветовал переехать в Париж. Жизнь во Франции, куда Деникины перебрались в середине 25-го года, ознаменовалась знакомством с Мариной Цветаевой, которая, кстати говоря, была сверстницей Ксении Васильевны, с Муниным и Бальмонтом. И один из наших знакомых, которого вы, конечно, хорошо, то есть имя его хорошо знаете, это Иван Шмелев, писатель. Он жил, нанимал на лето в Кабрутоне. Он нашел нам тоже маленький домик. Там был и Бальмонт, а Шмелев только на лето проезжал. И, значит, мы доехали до Кабрутона. И с тех пор наша дружба со Шмелевым была замечательная. Если личные свойства Деникина делали его положение подчас трагическим в годы Гражданской войны, то они же превращались в благо для русской общественности в годы тяжелого эмигрантского бытия. Сохраняя традиционную военную простоту, генерал Деникин неизменно оставался мягким, отзывчивым и верным другом. Когда папа снова встретился с Деникиным, не знаю. Но я знаю, что Деникина пригласили быть моим крестным отцом. Еще Деникин был по-настоящему крестный отец. У него, наверное, крестниц было очень много. Но он у нас бывал. И когда никого никто не смотрел, и все, он со мной играл. Конечно, когда были все вокруг, немножко было трудно, и потом немножко не позволяли. Антон Иванович был все-таки серьезным, были такие строгие были брови. Среди рассказов из сборника «Офицеры», изданного в Париже, был один особенно поразивший воображение русских читателей. Это небольшое художественное повествование о дочурке-офицере, страдавшей почти неизлечимой болезнью ног. Героиня этого рассказа, Ольга Игоревна Сокольникова, до сих пор живет в небольшом городке Анж, недалеко от Бордо. Меня несколько раз оперировали, никак не могли поправить. Сделали такие сапожки железные. И мы так и приехали в Париж, именно чтобы меня тут оперировали. Тогда они попали в Вильжвив, где был этот госпиталь, и познакомились с генералом Деникиным, который жил в одном доме. Они очень подружились с отцом, много беседовали, конечно. А дети, мой брат и его дочка, они были однолетки, играли вместе. Но я приехала еще тогда до операции с моими стальными сапожками. И это очень поразило генерала Деникина, и он написал про меня рассказ. Мой отец был военный, дал присягу государю. Он считал своим долгом воевать до конца. Конечно, мечтал о хорошем конце. В начале 30-х годов написанные книги были распроданы, гонорары иссякли, и казалось, что попавшая, в общем-то, опять в нужду семья требовала того, чтобы Деникин вновь начал заниматься политикой. Он всячески уклонялся от этого, но политика сама нашла его. Многие офицеры, объединившись в Русский общий воинский союз, были готовы в любой момент к возобновлению гражданской борьбы. На родине внимательно следили за белой эмиграцией. Париж был наводнен сотрудниками иностранного отдела НКВД. Порою истосковавшиеся по родине люди шли на сотрудничество со своими недавними противниками, не догадываясь, что они только пешки в большой политической игре. С Сергеем Ефроном мой отец был связан уже очень давно, с Сергеем Ефроном и с Мариной Цветаевой. Они были близкие друзья. А с Сергеем Ефроном у него фактически было связано и по-военному, и было связано до конца фактической жизни, потому что когда Сергей Ефрон уезжал из Франции, он признался папе, что он предатель. Я хорошо помню, как я болела корью, я лежала. И, значит, конечно, при всех этот разговор не мой, но маленькая девочка, 8 лет, которая лежит, больная корью, она ничего не понимает. И я чудно помню, что мой отец сказал Сергею Ефрону, значит, Сергей, значит, ты предатель. Русскую эмиграцию буквально потрясли похищения генералов Кутепова и Миллера, организованные при участии бывших добровольцев. Однако настоящий шок в ее среде вызвали слухи, называющие имена предателей, генерала-первопоходника Николая Скоблина и его жены-певицы Надежды Плевицкой, настоящих кумиров русской общины. Когда я купила утром в Мемизане газету и увидела похищение Миллера и хотели похитить Денихина, то, конечно, мы с мамой сейчас же запаковали все свои вещи и вернулись в Север. Генерал Миллер командовал маленьким русским белым фронтом на севере России, но недолго. А Скоблин командовал белой армией корниловским полком. Папа его как-то не особенно долюбливал. Ну, он был храбрый, хороший полковник, полководец скорее. Но, а когда они попали в эмиграцию, оба, так папа, когда он женился с Скоблина на Плевицкой, это в Галлиполе еще было, это Кутепа был его посаженным или ее посаженным отцом даже, кажется, это в Галлиполе. И я знаю тоже, что Сергей Фронт спас Деникина от похищения, потому что он позвонил моему отцу по телефону, предупредил, чтобы... Мой отец предупредил Деникина, что он ни в каком случае бы не уезжал на такси, чтобы он ехал, как он должен был, чтобы ехать в Бельгию, чтобы он поехал с Маришей, с Мариной и с Ксенией Васильевной Деникиной, как они должны были ехать на поезде, но не соглашался на это. Уже было подозрение. И вдруг, значит, Скоблин к нему приходит. А никто еще не знал, что Миллер похищен. Конечно, это было в 3 часа дня или в 4 часа дня. А Миллер был похищен около 12 с половиной, насколько я помню. Приезжает в своем автомобиле Скоблин, потому что наши окна давали на двор, где автомобили останавливались. И папа видит, что там два человека из автомобиля выходят и вокруг автомобиля гуляют. А Скоблин, значит, пришел и благодарил папу за то, что он приехал на Корниловское праздничество. А потом старался его уверить, чтобы он с ним поехал в Брюссель, где будет новое Корниловское праздничество. Папа отказывался, конечно, потому что он вообще Скоблина не любил совсем и подозревал. А когда тут он стал его упрашивать, чтобы поехать с ним в Брюссель, в его автомобиле, тут папа совсем рассердился. И вдруг открылась дверь в соседнюю комнату, а там натирал пол наш друг-казак. И Скоблин с ужасом смотрит, это солидный был казак. Значит, прощается и уходит. Скоблин скрылся в Испании, бросив на произвол судьбы свою жену и соучастницу Надежду Плевицкую. Она была арестована, ее вина для французского правосудия была очевидна. Приговор суда отнимал всякую надежду. 20 лет каторжных работ и запрещение еще в течение 10 лет проживать во Франции. Но эта строгость оказалась уже лишней. Певица умерла задолго до окончания срока действия приговора. Когда я начала писать книгу о похищениях Кутепова и Миллера, мне ее заказал французский издатель. Я поехала в ту тюрьму, где она была заключена после процесса. Я узнала, как Плевицкая вообще ходила в католическую церковь. И затем, чтобы идти в церковь, нужно было пройти через маленький садик, где росли маргаритки. И, значит, одна из надзирательных вспомнила, как она ей сказала, «Ой, как мне бы хотелось сорвать этот цветочек, но это запрещено». А ей ответили, «Совершенно запрещено». Я пошла на кладбище, узнала, где она была похоронена, мне показали место. И вдруг я смотрю, несколько маргариток на этой земле. И очень хорошие, красивые маргаритки. Я собрала букет и себе с собой привезла тут, в Париж. С началом Второй мировой войны германское руководство пыталось привлечь на свою сторону и использовать белые мигрантов. Нужен был им и Деникин. Они хотели его использовать в качестве того, кто занимался бы пропагандой. Но искушение куском хлеба не удалось. Деникины продолжали жить в проголоде. Они очень голодали. Папа там, на юге Франции, во время оккупации немецкой. Папа похудел на 20 кило, а мама на 15. Ну, дожили все-таки. По радио говорят только о слухах о нападении Германии на СССР. Немецкие бомбы рвут на части русских людей. Проклятая немецкая механика давит русские тела и течет русской крови. Конечно, вывеска мерзкая СССР, но за вывеской-то наша родина, наша огромная, несуразная, непонятная, но родная и прекрасная Россия. Все хуже немцам. В коммунике с фронтов мелькают столь знакомые названия Ставрополь, Майкоп, Тихорецкая, Кавказская. Имена донских и кубанских станиц уже нашей кровью вписаны в историю. Кто думал, что в этих глухих местах дважды будет решаться судьба России, да и судьба всего мира? Минск обходят и с севера, и с юга. Антон Иванович, выслушав вечером московскую сводку, вооружился молотком и передвигает булавки и гвоздики на русской карте. Как они хорошо идут и как правильно маневрируют. Победу над Германией Деникины встретили в холодном бараке, где они прожили пять долгих лет своей жизни под присмотром оккупационных властей. Но, по возвращению в Париж, генерала Антона Деникина ждало новое разочарование. Завороженные советскими победами многие мигранты говорили только о немецких зверствах, предпочитая закрывать глаза на расправу с политическими врагами внутри Советского Союза. В который уже раз пожилой генерал со своим непонятным кодексом чести казался вновь смешным и старомодным. Незадолго до своей смерти Антон Иванович Деникин написал письмо к генералу Эйзенхауру, ибо он был очень обеспокоен судьбой русских пленных, отправляемых насильственно обратно в СССР. «Я обращаюсь к вам, ваше превосходительство, как солдат к солдату и надеюсь, что мой голос будет услышан». В отсутствие генерала Эйзенхауру ответ пришел от начальника штаба генерала Томаса Ханди, где генерал в вежливых тонах уведомляет Деникина, что американское правительство намерено твердо держаться в выполнении своих обязательств перед Сталину. Можно абсолютно точно почувствовать в интонациях этого письма, что генерал Ханди никакого представления не имел ни о гражданской войне, ни о масштабе личности генерала Деникина, хотя в письме указывалось все то, что необходимо указать, когда пишутся такие письма. Осенью 1945 года Антон Деникин принял решение перебраться в Соединенные Штаты Америки. Он думал, что коммунисты придут к власти во Франции, а во-вторых, потому что ему предложил предложил одно издательство, чеховское издательство из Нью-Йорка, потом оно прогорело, написать свои мемуары, личные мемуары, не то, что он писал в очерках русской смуты, а свою жизнь. И он, значит, ему должны были платить 100 долларов в месяц, а это ему позволяло имаме жить в Америке. Значит, они поехали, я тогда была замужем за французом и работала во французском радио, так что я осталась. А они поехали, и папа начал писать путь русского офицера, то есть свою жизнь. И, к сожалению, не докончил, дошел до 1916 года, и потом сердечный припадок, и он умер. Последние его слова были, так и не увижу свободную Россию. Передай Маше, он меня Машей называл, что я оставляю незапятнанное имя. Он бы очень был рад спать вечером сном на родине в русской земле. Настоящий солдат, герой Первой мировой войны, и действительно герой, человек, непререкаемо веривший в свою страну. Человек по-настоящему и до конца верный своей присяге ушел из жизни далеко от своего дома по ту сторону океана и лежит в чужой земле. Кто знает, может быть, было бы справедливым, чтобы останки генерала Деникина были перевезены на родину и похоронены здесь, в той земле, которую он отстаивал. Кто знает, может быть, это был бы еще один шаг к тому, чтобы в сознании нашего народа прекращалось ощущение постоянно идущей гражданской войны. Опыт показал, пролитая кровь соотечественников счастье в стране принести не могут. Берег русский, как он близко, здесь мы жили только вот, с ревомат Новороссийска отплывает пароход, горь сожженная в селении, кровью полита земля, уходящих поколений уезжают сыновья, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Субтитры создавал DimaTorzok